40 тонны бронированной зверой рвет под собой землю. Это творение Харьковского завода имени Малышева было принято на вооружение еще в 1966 году. Впрочем, и сейчас, более полустолетия спустя, эта машина успешно выполняет боевые задания на фронте. Когда началась полномасштабная война, было поначалу страшно садиться в танк, который едва не вдвое старше тебя, вспоминает Олег. Нужно было защищать свою землю, нужно было защищать свой дом, семью. Первый боевой выезд было страшно, но главное побороть этот страх. И мы побороли этот страх и довольно достойно выполнили боевые задачи. Игорь, бывший программист, рассказывает, 64-ка, машина очень надежная. Броня крепкая, здесь есть дополнительная защита. У Владимира за плечами множество танковых боев. Теперь своим опытом он делится с коллегами, уже как инструктор. Слежу, чтобы учились и правильно делали. Указываю во время движения на его недостатки и так далее, и тому подобное. На все 100% командная работа, слаженность на самом высоком уровне. Только так можно достичь успеха, выполняя в танке боевую задачу, отмечают бойцы. И только так можно выиграть войну против российского оккупанта. Чтобы вы понимали друг друга, чтобы каждый знал соответствующую свою работу. От механика зависит 50% успеха всего экипажа. Как он поедет, как он будет слушаться. Вы одно целое, танчики называют коробочками. Вы в одной коробочке сидите, это семья. Впрочем, для врага каждый танк на поле боя – мишень номер один. Был случай попадания в соседний танк. Мы шли всегда в паре. И получилось так, что начала работать контрартиллерия по нам. Быстро собрались, стали выезжать. И получается, перелетом моему побратиму попало в левый направляющий каток. Чтобы уменьшить риск попадания вражеского снаряда, нужно знать танк. Точно так же, как и машину в своем гараже. На этом настаивает инструктор Данила. Он принимал участие в освобождении территории Украины, которую враг оккупировал в начале полномасштабного вторжения. Поломалась у тебя машина, не работает карбюратор. Ты можешь отремонтировать точно так же и в танке. Знаешь техническую часть, ты сможешь на ходу или при остановке на несколько минут отремонтировать, если есть возможность. И это одно из преимуществ старенького Т-64. Это хорошо изученный танк многими украинскими бойцами. Машина, хоть уже и предпенсионного возраста, но до сих пор способна уничтожать на поле боя даже современную вражескую бронетехнику.